всем привет это тип топ тв я марина и вы снова со мной а я с вами собралась готовить свиной рагу с овощами вот у меня есть такой наборчик это останкина получается недорого сытно и вкусно и если вам нравится эта идея присоединяйтесь у меня здесь есть несколько картофель приправа к свиному мясу и из овощей я взяла одну морковь одну луковицу и несколько долек чеснока присоединяйтесь будем готовить рагу вместе устанавливаю мультиварку в режим обжаривания добавляю адыгейскую соль морковь лук и чеснок картофель подсолю еще немножко сверху и ставим в режим тушения еще на час минут 40 50 давайте заглянем прошел час что же тут получилось а тут получилось красота вкуснота и ароматы приблизительно за час вкусная ароматная сытная самое главное бюджетное блюдо красавицу петунию я нашла на 16 парковой в москве садовый центр и там как раз и выбор был огромный вот всех расцветок оттенков тунии 290 рублей 10 штучек так что это нормально бегония 290 тоже 10 штучек 10 маленьких горшочков но они здесь есть смотрите зелеными листьями и с темными листьями вот она рассада посмотрите как много томаты карликовые 280 рублей сейчас посмотрим для открытого грунта или нет совершенно новая серия томатов с уникальной генетикой вы знаете какой благовеск потому что он как раз для закрытого грунта годится он очень неприхотливый и быстро созревает на сотый день думал какие выбрать или они тянуты глазки или петунии все-таки остановилась на питом потому что она декоративная все лето только надо успевать убирать отщипывать от свечи бутончики чтобы не образовывалось семян и все и будет свести и радовать вас долгое время светлые петунии я посажу с краю затем более затем бело-розовые а по центру уже самые яркие перед посадкой обязательно разламываю вот таком земли это я уже давно делаю рассады это способствует быстрому приживлению рассады и корешки будут во все стороны потом направляться расти и в общем это уже проверенный способ вот и лечку из добрацена протестим очень компактно и удобно ну что же пришло время разобраться с этим шлангом горденовским который мы с вами вместе выбирали в обе в леруа он дешевле приблизительно 500 рублей в интернете тоже можно его заказать по интернету в общем хорошо что я все таки купила горденовский переходник вот он потому что из фикс прайса вот это все не подходит все вот эти переходнички не подходят но естественно пистолет распылитель подойдет просто я его буду вставлять в горденовский фитинг в общем в чем суть вот этот как раз фитинг переходник и он будет совмещен вот с таким переходником вот так он вставляется а здесь уже соответственно будет затягиваться на кран который находится на улице вот эта часть все вот она соединение здесь при том аквастоп если вы сюда поставите например пистолет вот можно под пистолет например вот пистолет отлично подходит я его уже тестировала это из фикс прайса стоит 199 рублей по моему тут несколько режимов полива здесь тоже все вот закрепляется регулируется удобные по руке вот если вы его снимаете срабатывает функция аквастопа вот здесь вода не будет вытекать в общем все закрыто все борюсь сорняками два вот таких ящика и два поддончика сорняков вот показываю уже отсюда выкопала потому что на этой грядке я не сажала два года где-то не зелень и овощи ничего просто она у меня отдыхала и смотрите вот эта лавочка вот она очень удачная это по-моему в леруа в обе в обе даже не в леруа мерлен в общем мы с вами думали удачная неудачная оказалась очень удобная она именно нужной высоты внутри видите ящичек можно семена складывать или там таблички или какой-то инструмент чем перевернуть можно на колени опираться на этой лавочке она как подставка и как сиденье и я на этом сиденье тут вокруг грядки двигалась удобно и спина не болит в общем полный комфорт фокина инструмент тяпка что ли фокина не помню сейчас нужно посмотреть название ее полностью в общем есть такой длины на длины ручки чтобы не нагибаться есть вот такой ручной как бы инструмент коротенькая ручка но самое удобное что только можно придумать для рыхления почвы и удаления сорняков потому что он как нож семена из леруа мерлен буду высаживать здесь просто всякую зелень и вот смотрите хотела показать рыхлю и легко доставать корешки а это уже из светофора помните пластиковые инструменты для сада тоже удобно ничего не ломается легкие самое главное помыли и все нержавеют пойдемте я вам покажу теплицу посмотрим как прижились питунья очень даже неплохо первый горшочек вчера только пересадила как раз было пасмурно дождик а сегодня солнышко и все хорошо видите как цвет градиент от белого к ярко розовому я думаю что будет очень красиво когда они разрастутся еще предстоит обработать вот эту грядку тоже на ней года два не сажала вот ту полностью сниму это черное покрытие спанбонд заменю на новое подсыплю землю землю новую прорыхлю и вот он питон я его называю питоном эту маленькую двухметровую теплицу я вчера все отмывала изнутри убрала не рыхлила а убрала линолеумом я застилала от сорняков и под линолеумом у меня вот здесь в углу завелись естественно муравьи посыпала порошком посмотрим к вечеру что будет пока что они куда-то бегут вот здесь тоже буду рыхлить но смотрите под линолеумом очень даже прилично никаких сорняков весной осталось перекопать прорыхлить и все будет замечательно вот она рассада огурцы все-таки попробую готовы посмотрю как она пойдет свою рассаду я каждый год раньше сажала в этом году не посадила но решила все-таки заняться в теплицах как вы говорите если есть теплица то грех туда что-либо не посадить я послушалась решила все-таки в этом году опять начать эту эпопею пиковки мускатные так это томаты выбирала томаты именно для теплиц устойчивые к фитофторозу ранее спелая обязательно две кассеты по 6 штучек и 6 огурцов но я еще буду сажать из семян огурцы а вот с этой стороны смотрите больше сорняков буду пропалывать сегодня солнце немножко уйдет и видите автополив тоже буду налаживать привезут бочку буду делать все по-новому покажу в той теплицы у меня завал тоже нужно все разбирать утеплитель убирать здесь у меня всякие приспособления тоже убирать и я вам обещала показать плоскорез фокина вот он старенький мой плоскорез ему уже ну лет десять наверно точно есть ведь какой хоть он и заживела его не точила